У студентов Северо-Восточного Федерального Университета появился свой уголок, где они свободно могут проводить время с пользой. В здании одного из общежитий студенческого городка открылся новый каворкинг-центр. На открытии побывал наш корреспондент Юрий Осипов. Раскрыть потенциал каждого студента должен новый каворкинг-центр. Здесь ребята могут не только встречаться с друзьями. Есть зоны для работы и отдыха. В скором времени обустроят библиотеку. Появится и бесплатный интернет. Здесь будем проводить различные проекты, допустим, такого направления, как встреча с известными людьми, встреча с успешными людьми. И, конечно же, эти встречи дадут возможность нашим студентам развиваться еще быстрее. Не обошлось в день открытия без подарков. От Министерства по делам молодежи центру достался новенький телевизор. Министерство по развитию институтов гражданского общества Якутии поможет студентам в юридических вопросах. Они смогут получить бесплатные консультации от специалистов. Прежде всего, это место предназначено для того, чтобы проводить деловые встречи, либо же собрания, либо же просто прийти после пары, прорепетировать свои танцы, подготовиться к мероприятиям, которые грядут, флешмобам, акциям. Создание каворкинг-центра стало возможным благодаря слаженной работе профсоюзной организации университета и строительных отрядов. Мы в течение 8 дней работали в количестве 6 человек. То есть все они были ветеранами студенческих отрядов. То есть они работали в строительных отрядах ТУИМАДА, Энергия. Поэтому ребята имели опыт, поэтому мы в такие краткие сроки использовали заказ. Открытие центра прошло красочно и динамично. Члены студенческого профсоюза порадовали собравшимся песнями и танцами. Конечно, открытие такой площадки обрадовало тех, для кого и был создан центр, то есть студентов федерального университета. Очень светлое и красивое помещение, которое очень много активистов ждало, например, можно сказать. И для нас это очень важное событие. Мы же надеемся, что каворкинг-центр даст дорогу еще большему количеству новых талантов и ярких личностей, о которых мы еще не раз услышим в просторах информационного пространства. Юрий Осипов, Евгений Улыгунов, НВК Саха, Якутск.